Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте, здравствуйте! Да, а во-вторых, я тебя, твою внучечку, твоего, так сказать, благоверного Решила сегодня порадовать Приготовить вам суши-ролл Филадельфия Женя, переведи Чуть Лариса собирается готовить роллы Роллы Валя, рулеты Крученики Так бы же сказала А что ты мне своим харакири пугаешь Крученики так крученики Только я не помню, чтоб крученики это было японское блюдо Вот что, что надо для твоих кручеников? Вот смотри, шо-шо, ты прям это Вот же ж Вот стакан риса Только большой Или два маленьких можно Значит, 300 грамм семушки А полстакана рисового уксуса Два авокадо Сыр Филадельфия Ну вот эти приправки Лаврушечка, перчик И вот это вот два вида водорослей Только я их все время путаю Женек Там я, как же они называются Я там, ладно, вычитала в интернете А вот, знаешь, не могу идентифицировать Шо это? Нори Комбо Шо тут это? Даже дети знают Валя, смотришь, как баран на новые ворота Из вот этого будут крученики Да? Шо? Из вот этого будут крученики Не крученики, а роллы Так вот, слушай, из чего делаются крученики И мотай на свой японский ус Ой, ой Мне шо надо? Шо мне надо для кручеников? Ну и шо тебе надо? Вот так вот, щучка Килограммов на полтора Ого Вот она у меня же заготовлена Аж Иван поймал, да? Да Ай Иван поймает Вот Это ж я тут тоже заготовила Гля Масло сливочного пачечка Вот, белый хлебушек Мучка, трык, яичечка Корень петрушечки Два куришка морковочки Поняла? И две луковицы Все Ну и приправка Да И маслица оливковая чуть-чуть Угу Это я же тебе И вот сейчас вот это ты посмотришь Что такое крученики Понимаешь? Да я просто Поняла И ты тогда поймешь, что такие крученики Я же тебе просто сравнила роли с кручениками Чтоб тебе как-то понятнее Доходчивее объяснить Мне это усе понятно А сейчас попробуешь моих кручеников И тебе сразу тоже станет усе понятно Шо мне станет понятно? Тато! Шо? Шо, шо? Почем Киотор убирает? Вот шо Валя, выбирай выражение Шо ж ты из раза в раз Главное Ну ты посмотри на нее Главное Женщины! Шо? Женечка, у нас все нормально Ты рисуй вот это Занимайся своей анимой там Раз, раз, раз Здорово, потомки! Вас приветствует кандидат спиннинговых наук Председатель рыбацкого союза на крючке И лауреат межобластного конкурса Золотой опарыш 97 Дмитрий Александрович Бухан Как вы догадались, сегодня речь пойдет о подводных жителях Или о людях, рожденных в марте То бишь о рыбах И хоть сегодня не четверг, у нас будет рыбный день На эту мысль меня натолкнули 500 рублей Именно такую сумму я оставил За маленький-маленький кусочек красной соленой рыбы в нашем магазине Подумал, етический карась А потом, нет, решил, не карась А скумбрия и семушка Вот, именно эту рыбу мы будем сегодня солить с вами Получится и дешевле, и гораздо вкуснее, чем в магазине К слову, самая вкусная рыба Это та, которую вы поймали своими руками Поэтому, кроме кулинарных советов Перенимайте мой богатый рыбацкий опыт Запомните первый и главный совет На рыбалке нужно вести себя как? Правильно, тихо Особенно, если озеро платное И на ней есть сторож Короче, тишина и спокойствие Это один из главных атрибутов удачной рыбалки Поэтому на рыбалку женщин не берут Очень важно идти на рыбалку подготовленным Не готовым, а подготовленным Поэтому нужно взять с собой соль, сахар, лаврушечку Душистый перец, черный перец, сухую горчичку и гвоздичку Вот для тех, кто не понял, все это нужно для рассола Не вздумайте на это ловить Так, ставим водичку Готовка она, как рыбалка, требует времени А чтобы скоротать его, нам поможет рыбацкая история Вот одна из них Как-то поехал я на озеро, ну, нашел место, разложился Достаю баночку с червями Знаете, такая же стена из-под кофе Открываю Там кофе Едить-колотить, думаю, перепутал Ну, ладно, я-то без наживки Но там теща приехала в гости Она большой любитель утром кофеечек попить В общем, она не поверила, что я случайно перепутал Обиделась и уехала Да ладно, шучу Не уехала Ну, а какая ж рыбацкая байка, без доли брехни Вот чтоб, дорогие потомки, таких конфузов не было Еще раз, еще раз, проверьте все ингредиенты Встретимся через пару минут Ну, все Как говорит мой Иван, после штрафа за бракодерство с рыбой покончено Ага Так, а рис я уже промыла, высушила, осталось только его сварить Ой, ой, тоже мне велика наука сварить рис Ой, кинул вот это, кинул в кастрюлю, залил водой и включай плиту Что ты, бабушка, у японцев это целый ритуал Что, ритуал? Ой, и что ж там, а у нас что, не ритуал? Ля, берешь в кастрюлю голову, хвост, заливаешь водой Угу Вот так вот, залили водой И с Богом к плите, что? Не ритуал? Ой, видишь, что ты, Валентина, все перекручаешь А вот японцы нет Они рис сначала промывают, потом высушивают минут 30-60 А потом вот так вот высыпают в кастрюлю с толстым дном Заливают все же это кипяченой водой Ты ж учись, пока тетя Лариса тебе делится секретами Потом берут вот эту водоросль Как она, Женек, все время забывая ее? Компу Компу, ну конечно, компу Протирают вот так вот влажной тряпочкой И кладут в эту же кастрюлю Вот так вот А можно ее сломать, Женек, нет? Ага Вот так вот мы ее положим сейчас вот 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 так вот положим Ставим на огонь Разрешите рядышком с вами пристроиться Пожалуйста, пожалуйста Доводят эту красоту до кипения Как только закипит, мы эту комбу вытаскиваем И продолжаем ворить наш рис А она, главное, ставь кастрюлю и воры Ой, и усел Да рыс как не варен, все равно же рыс получится Нет, бабушка Валя, ты не права Рис для суши не просто рис Ну, внуча, не просто рыс, это плов Там и мяско, там и зажарочка, там и специи усякие А это шо, это ж просто рыс Балюш, тебя не переспоришь Пойдем, Женек, займемся нашей рыбкой для суши Да мне ж тоже надо щучку порезать А ну-ка, самурай, покажи, как ты там своим мечом орудуешь Валя, обычно японские самураи делают это действительно длинным, острым мечом Ну а мы, простые, беззащитные, русские, интеллигентные женщины Делаем это чем под руку попадется Вот так вот на тоненькие полозочки нарезаем Вот так вот, видишь, Женек? Слышишь, ты, Йокоона Шо? Ну, Валя, ну шо ж ты опять при ребенке? Так, ну ладно Значит, вот так вот это у нас сюда, вот эту щучку Сюда мы уже чуть-чуть поджаренный лучок сюда складываем Ну, в общем, как для этих самых котлеточек Вот это уже вымоченную булочку мы сюда Вот сюда Так, яичечки Вот так раз Вот так раз И все это перемешиваем И у нас рыбка уже готова Так что, Женек, ты пойди посмотри, там рыс закипел У тебя, может, рыбка и готовая А мою щучку нужно еще отбить, чтобы она была нежненькой Чуть Лариса закипел Доставать комбу? Доставай, Женек, доставай А потом огонек прикрути и пусть рис еще минут 20 потомится Ну, пока рыс будет томиться, а тетя Лариса щучку отбивать Женек, иди сюда Мы сейчас будем ролить роллы Что делать? Так, кручейники крутить Это я так нарочно сказала, чтобы тетя Лариса понятнее было Крутить кручейники Без труда не вытянешь рыбку из пруда А без медька не засолишь окунька Причем здесь окунек, а при том, что медьяй из кумбрии не рифмуется И вообще поменьше задавайте мне вопрос Лучше как рыбак смотрите на поплавок молча и внимательно Где рыба чувствует себя комфортно? А? Правильно, в рассоле Поэтому сейчас мы приготовим рассол для скумбрии Для этого нам понадобится 6 ложек соли Раз, два, три, четыре И шесть Три ложки сахара Одна чайная ложечка сухой горчички Вот берем Так Отлично Шесть листочков лаврушечки Можно семь, можно пять Душистый горошек И Гвоздички Вот Вот так потрем Ах, какой запах, какой запах Так, теперь мы будем готовить рассол для семги Для этого в кипяточек мы бросаем 4 ложечки соли Два Три Четыре Дальше нам понадобится Парочку гвоздик Не больше Парочку горошин Черного перца Так, раз, два Шесть горошин Душистого перчика И две лаврушечки Раз, два Так, все Вы спросите Зачем мы солим и семгу И скумбрию? Отвечаю Как говорил один мой знакомый Бросая динамит в озеро Много рыбы не бывает Ну, с динамитом он, конечно, погорячился Но во всем остальном он совершенно прав Так, перед посолом рыбку надо очистить Сейчас мы займемся скумбрией Берем досточку, ножичек, берем скумбрию И начинаем резать вот отсюда Так Дорогие потомки, я вам сейчас расскажу Что рыбалка бывает двух видов Летняя и зимняя Отличие одной от другой Это какое? Правильно Что выпивка при зимней рыбалке Она оправдана Но есть некоторые рыбаки, что считают, что При любой рыбалке выпивка обязательно Вот, что рыба якобы чувствует людской дух Как зверь И чтоб его перебить Они напиваются, как свиньи И что вы думаете, что у них за улов? Они таких лещей ловят от своих жен, когда возвращаются домой А лично я считаю, что рыбалке время А беленькой час Так Отлично Убираю внутренности Все Так Переходим К семне Оп Ах, какая красота Я считаю, что разделывать рыбу должен уметь каждый рыбак Ну, конечно Не считая того, которое Евровидение выиграл Так, отрезаем голову Она нам не понадобится Делаем надрез И снимаем филе Так Вот так Отлично Вот она Роскошная филейная часть А, какая красота Переворачиваем Оп Делаем то же самое С другой стороны Вот так Филе у нас готово Это ни в коем случае не выбрасываем А это вместе с головой у нас пойдет на ароматную ушицу Так Дальше Берем филейную часть Делаем надрезы Тоненько-тоненько полосочкой доходим до кожицы Но кожицу не трогаем Вот так Вот так Тоненько-тоненько Ни в коем случае Не порезать Кожицу Есть Оп Так Ай Какой аромат Росол прокрептился Теперь он должен остудиться А пока мужики Позвоните друзьям Закиньте удочку Мол Есть Отличная рыбка Под пивко Вот фаршик заворачиваем Потому что Иван Кладем на наш А вот фаршик А вот фаршик Делаю Делаю А вот фаршик 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 Ставим А вот фаршик А вот фаршик А вот фаршик Немного фаршик А вот фаршик А вот фаршик А вот фаршик Немного Остудили ее До комнатной температуры И пусть Себе дожидается Теперь о рыбке Семкочку Я аккуратненько Филировал Потом филе Нарезал на тонкие кусочки Не разлезая При этом кожу Подходящую По размеру емкость Уложил рыбу Сначала кожей на дно А вторую часть Кожей наверх После этого Залил рыбу Рассолом И поставил В холодильник А забыл Очень важная вещь Сверху мы покрываем Вот такой мешковиной Все накрываем Чтобы оно прописталось В рассоле Так скумбию А теперь Семочку Ну а за сим Я сматываю удочки И желаю вам Хорошего клева И вообще Чтоб в жизни у вас было Все клево Пока Ваш Дмитрий Буханкин Ой какая ж красота Ля Как говорила моя бабка Кручейники и щуки Не понравятся только Толстолобикам Ой шука сама меня Полностью уверена В моих сушах Или сушах Как Женек Роллах Роллах точно Как говорят японские техники Тестируем Шо Ну пробуй уже Господи Шо А понятно Ну шо Женек Как Шо Шо Укус Перепона мать Мягко щуки Бабушка Валя Разрезала на тонкие пласты И слегка отбила Другие кусочки филе Мелко порубила Добавила размощенную В рыбном бульоне Булку Слегка поджаренный лук Сырые яйца Часть масла Перец Соль И все хорошо перемешала Положила эту начинку На подготовленные кусочки рыбы Свернула их трубочкой Обвязала ниткой Обваляла в муке И пожарила на сливочном масле Из голов и костей рыбы Корни петрушки Морковки И лаврового листа Бабушка свалила бульон И заправила его Поджаренной мукой Потом она сложила Крученики в сотейник Залила рыбным бульоном И протушила И вот По щучьему велению По моему хотенью Всем приятного аппетита! Часть Лариса сварила рис Остудила его И заправила Рисовым уксусом Потом она нарезала Семгу ломтиками Одной толщины Дальше Как настоящая японка Она положила На коврик Пакису Обернутую В пищевую пленку Рис Сверху Половину листа ной Положила на норе Кусочки авокадо Сливочный сыр И свернула ролл Потом честь Лариса Просто нарезала ролл А на каждую его часть Положила по ломтику Тонко нарезанные сёмги Вот и всё Так просто И так вкусно Ну шо? И никуда мочать не надо Валя Да мы же всё в бульончике Можно добавки? Конечно! Запросто! Валя Я так тебе скажу Ты не щука Ты белая акула кулинарии Да ты шо? Ну слушайте Ля! Да ля стучит! Да сейчас уже не всё предлагаю нести А то они же голоду и круто чёрт метать Наши рыбаки Да конечно! А ты знаешь его характер Не будет супа Мне хоть что вообще не знаю Хочешь оставаться на работе Тогда ночевать Успех был достигнут Благодаря блестяще проведённой Секретной операции Два раза ходила к нему на свидание Он дарил мне вот такой букетик Хворил шу орхидеи Не пугайся Это для конспирации Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова